Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в катаклизм, темные дни впереди, и в прошлой серии мы отправились в долгое путешествие, собрав все свои вещи по большому счету в БТР, и добрались до городка Хирам, в котором довольно много всего интересного виднеется уже прямо сейчас, но самое интересное, наверное, это исследовательский центр рядом с городом, и тут что-то такое страшное творится. Черви, грибы, зомби, все вместе, все друг с другом воюют, нам, в принципе, как бы от этого только польза, и я наве... Сейчас. Один момент. Один момент. Все, никого? Что там, кстати, я что-то видел, мне показалось. Что-то показалось. Я хотел выложить пневматическую винтовку и попробовать сегодня... Попробовать сегодня... Во-первых, стальное копье возьмем в руки. Большой колчан с болтами... А где эти, я не понял. Во, пневматический болтомет. Возьмем его в руки. Так. Перезаряжаем. Хорошо, перезарядили. Что нам еще надо? Надеть большой колчан и сбросить один из вещмешков. Второй, наверное, пока оставим. Второй сбрасывать как-то, ну, не очень, наверное. Вот. И мы готовы, наверное. Давайте посмотрим, что мы из этих зомби получили. Может быть, сейчас разделать их попробуем. Кредитка. Встроенный хронометр. Таблетка лазури. Учебник по химии. Кока-кола. Возьмем вот это дело тоже. Давайте сразу мы его, наверное... Вроде никого рядышком нет. Проведем вскрытие. Перегоревшую бионику мы тоже, наверное, возьмем. Посмотрим. Кредитка. Канцелярский нож. Имеет качество точного разрезания 2. Мы, наверное, его пометим как избранный. И он у нас останется с собой все время. Будем... Ну, я надеюсь, что персонаж автоматически использует наиболее качественные эти, да, инструменты. Еще кусочек перегоревшей бионики возьмем, на всякий случай. Так, кредитка еще. Ксикодон. Семена табака нам не надо. Shift-B. Ученые вскрытия. Что там было написано? Облако спор распадается. Падает на землю и лопается. Перегоревшая бионика. Так, хорошо. Как у нас дела? Счастлив, импульс двига, все хорошо. Пока что, во всяком случае. Давайте двигать дальше. Зомби-ученые. Гриба-зомби. Ясно. Фунгалоиды. Добрые. У-у-у. Так, кредитка там валяется. Она 24 бакса, неинтересно. Ух ты. Вроде бы одни ученые, да, охранники, били там гриба-зомби одного. Так, ну, часть из них меня заметила. Я, наверное, пойду... Куда я пойду? Я могу, наверное, вот здесь вдоль стенки их кайтить, чтобы не за машину прятаться, да, а где-нибудь здесь. Давайте посмотрим, как стреляет наш болтомет. 31 урон пневматический, такой же звук. 27. Ну, в принципе, урон примерно такой же, да, как и у этого. Так, мы можем дальше, наверное. Ой-ой-ой, как они подбежали. Пусть выходят. Мы их тут подождем. Они там частенку будут ломать. Они же глупые зомби. О-о-о, тихо-тихо-тихо, подожди. Они же глупые зомби, сказал Антоша. И вывалилась сразу целая толпища. 36, 39. Надо перезарядиться. Прекратить, игнорировать. О, перезарядка тут такая долго. Так, надо, короче, брать... Стальное копье. Выбросим сейчас вещмешок. Так. Возьмем в руки... Ой. Возьмем в руки... Копье. Так, хорошо. Че б... О, 47 урона. Другое дело. Ты бежишь? Он бежит. Он бежит. Хорошо-то с броней, слушайте. По нам так никто и не попал из них, да? Наша броня идеально нас защищает. Проблема только в том, что выносливость закончилась. Или это не проблема? Подождите, ребята, зачем нам дальнобойное оружие? Кто подскажет? Кто расскажет? Да, это хорошо было. Мне понравилось. Давайте смотреть. Так, паяльник. Это у нас... 21. Бронебойность 8. Ладно, возьмем... Пакет... Алюминиевый порошок. О, да-да-да. Стоп, стоп, стоп. Нам надо... Во-первых, на ходьбу переключимся. И... Наденем весь мешок. Возьми копьё. Возьми копьё. Это сильно. С копьём-то было. Так, кевларовые жилеты мы их не будем собирать. Кредитка, воронка, ножницы, антибиотики. Повозьмём книжечку. Стеклянная колба. Пластиковая бутылка тоже возьмём, наверное. С чем-то там была. Чё там? А, зомби-охранник вышел и... Я двигаться не могу. Лёгкую батарейку я уже брать не буду. У нас их там миллион примерно. Тазер. Средняя батарейка. Мощное шоковое оружие. Используйте тазер, чтобы попытаться ударить током ближайшего врага, нанести ему урон и временно парализовать. Поскольку разряд просто проходит через воздух, промокнуться из тазера сложно. Надо брать. История изготовления оружия. Брошюра первой помощи. Мы вроде читали такую. Ну, вроде-вроде как нет. Раскрасным светится. Окислитель тоже какой-то возьмём. Вроде бы всё, да? Так, не вижу больше никаких зомби. Давайте разделывать учёных. Ну, в смысле, вскрытие им проводить. Аккуратненько. Там пока грибы, конечно, у нас расползаются. Вот это вот везде. Так. Всё, правильно, я понимаю. Ну, на этой кучке из этих кредитки. Три перегоревших бионики мы получили. Разбиваем остатки. Зомби-учёный вскрытие. Не может игра добавить зомби, потому что там уже есть зомби. Чёрт. Может, не надо добавлять зомби? Хватит. Пока. Усилитель слуха. Да, ладно, это было бы, в принципе, полезно. Там у нас только охранник. Правильно, да? Я же сверху смотрел, да. Shift-B. Учёный. Вскрытие. Перегоревшая. Shift-B. Здесь два учёных. И две перегоревшие бионики мы получили. Неясно. Сегодня пока не везёт. Нам обслуживание коллектора. Кредитку берём только пока и всё. Вроде врагов нет. Учёный. Вскрытие. Перегоревшая. Там только охранник. Пойдёт. Пойдёт. Полезный охранник вполне оказался. Ещё один где-то есть. Но я не вижу, где пока облако спор. Где-то выглядывает, заглядывает. Непонятно. Что вот это такое? А, воронка. Воронка, точно. Вот здесь вот она. Вот так вот выглядит. А я думал, что происходит. Так, давайте сбросим барахлишко сразу. Что нам надо? Болтомёт перезарядить надо. Это, я думаю, первым делом. Всё остальное, да, пока сбрасываем. Идём посмотрим. Гриба зомби. Мы тебя вскрывали? Нет. Гриба зомби враждебные. Ну, давайте попробуем тебя вскрыть. Перегоревшая бионика. Ясно. Это дверь? Это не дверь. Немного мыла. Перекись тоже можно взять. Что-то как будто бы... Чечевица сушёная. Давайте сразу съедим. Компьютеры поразбирать бы. Что-то, что-то, что-то с этой машиной не то. Её немного сплющило. Так, вижу крека. Ух, там смотрите, сколько он зомби перебил. Этот крек. Так, надо... Немного камеру отодвинуть. Я только крека вижу. Но он там с грибами вроде развлекается. Мы, может быть, пойдём пока... Вот где-то здесь. Не... 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 Не получается отдохнуть у нашего этого... Фарадея, как ни странно. Так, крек. О, крек за мной идёт. Заинтересовался всё-таки. Давайте мы возьмём... Попробуем болтомётом... По нему пострелять. Зомби. Охранник где-то появился. Так. Давайте попробуем. Обнаружен ещё один охранник. Опа! Ух ты! Крек тает. С первого попадания. Меткость наша. Амёбная плесень. Ух ты! А, ну это она, которая убегает, дружелюбная. Окей. Так. Идём пока... Вот этого разделаем. Вскрытие проведём ему. Обнаружен зомби-охранник. Нет. Если будет слишком близко, тогда прекратим. Перегоревшая бионика. Понятно. Так. Перезарядили болтомёт. Давайте подберём. О, зомби-учёный. Свеженький. Давайте посмотрим, что у нас... Ух, там пачка охранников этих. Давайте посмотрим, что у нас тут. Армейские ботинки. Кредитка пустая. Это что такое у нас? 5,50. Дальность... Дальность 60. Что пишут там? Пистолет-пулемёт. Пистолет-пулемёт. Окей. Это у нас вот тут вот в кучке лежит пистолет-пулемёт. Кабура тоже там. Ну и вроде бы всё. Ну и вроде бы всё. Снял бы, поставил себе как-то. Так. Хорошо. Зомби-охранники. Нам надо куда-то туда, правильно? Я бы только... А, кредитка не пустая. Она просто издалека пустой, кажется. Армейскую всякую фигню вот эту брать не будем. Нам она пока не надо. Опа. Как неожиданно... Близко оказался этот дружок. Ух ты. В голову у нас 42 урона. Перезаряжаемся. На ходьбу переключаем. Так, тихо. А вот это плохо. Пылающее око. Так. Надо пробежаться. Мои глаза заполняются ярким светом. Вы ослеплены. Да. Мы ослепли. Я так и думал, что пылающее око будет убегать, убегать, а потом нас ослепит. Такие у нас есть варианты. Кроме как просто свалить. О! Мы видим. Мы снова видим. Где пылающее око? О, куда улетел? Это еще одно или это тоже? Не совсем понятно. Хорошо. Ну мы... Ослепление прошло. Это самое главное. Оп. Мы нанесли пылающему оку. 34 урона. Око умерло. Прекрасно. О, о. Не очень прекрасно. Прекрасно. Мне нравится. Пошел ближний бой. Бодренький. В этой броне, в тяжелой броне выживальщика, это, конечно, сильно. Что там у нас качается? Колющая почти до 4. Мне больше интересует. Рукопашка до 3 докачалась. Не нравится мне только то, что я прям выдыхаюсь очень сильно. Надо немножко передохнуть. И... Разбить всех этих зомби. Да. Кредитки. Бинт возьмем. Кредитки. Кредитки. Бинт. Тайзер еще один. Батарея, наверное, надо взять. Бронежилет спецназа. Хлопок пластик. Неинтересно. 0.25. Кто-то обеднел тут, конечно. Так. Надо... Разбивать все это дело. Помятый ученый. Ну-ка. Нас никто не видит. Проведем ему... Скрытие. Оп-оп-оп. Боль. Что там у нас за иконочка такая? Стойка для пробирок. 400 баксов пойдет. Что вот это за иконка? Может быть, мы так можем посмотреть? Мы тяжело кашляем. Я чувствую тошноту. Я ощущаю запах и вкус грибов. Понял. Понял. Пора. Слишком много уже спор здесь остается, да? И надо... Надо активировать маску. Помятая пылающая ока. Плоть. Так. Окей. Нам надо забрать вещмешок. Надеть его. Интересно, как долго нам вот это вот хватит 100 зарядов? На как долго? Так. Не то. Шипт-W. Вещмешок. Мы можем противогрибковое себе сделать... О, еще одна пылающая ока где-то. Даже два. Стоп. Это не то, что я хотел сделать. Я хотел на х нажать. Что вот это? Дыра в пространстве. Вот отсюда все эти оки и вылазят. А могу я в нее зайти? Ради науки. Ради науки зайти в дыру в пространстве. Так. Я пока, наверное, отойду. Пойду сейчас вон через лес. Чтобы эти оки нас не видели. Надо пойти, наверное, сейчас какого-нибудь антибиотика, может быть, принять. Чтобы боль прекратилась. Сейчас это уже довольно важно будет. Так. Охранники. Вижу толпу. Надо, наверное, сейчас, да, забаррикадироваться в нашем транспорте. Включить свет. И сделать здесь. Так. Фунгицид. Правильно? Противогрибковый порошок используется для устранения инфекции в растениях. Надо, наверное, съесть парочку. Удовольствие минус 15. Порции вы... Подожди. Наверное, есть его не получится, да? Черт. Мне кажется. Так. Противопаразитный. Противогрибковый препарат. Наверное, он из фунгицида просто делает. Да, 10 фунгицидов. Все правильно. Делаем. Давайте окислителя немного. Используем. Так. Я запомнил рецепт фунгицида. Хорошо. И... Shift-7. Противогрибковый препарат. Надо, наверное, было сделать... Может быть, побольше сразу. Так. Где его тут искать? Противогрибковый препарат. А, пять штучек у нас, да? Жжение под кожей. Но оно быстро исчезает. Что там со мной? Почему я чувствую жжение под кожей? Давайте почитаем, что там пишут. Вы ощущаете запах и вкус грибов. Я снова тяжело кашляю. И еще кашляю. Но... У меня же это включено, правильно? Активная... Маска. Но она не разряжается вообще. Может быть... Надеть? Я уже надел это. По идее, только активировать нужно. И она у нас как респиратор идет. То есть я не должен чувствовать запах грибов? Наверное. Хм. Хм. Ну, может быть, это и не так работает. Ладно. Надо съесть... Немного копченая рыба. Голод пока не прошел. Надо еще, наверное, догнаться. И... Съесть немного антибиотиков. Каких-нибудь. Что там у нас? Просто антибиотиков. Аспирина. Аспирина. Немного, да? Оп. Раз, два. Пару таблеточек. Боль должна будет... По идее, пройти. Пару таблеточек, может быть, хватит. Так. Окей. Я, наверное, возьму сейчас что-то дальнобойное. Ну, по типу вот этой нашей AR... Сколько у них? 36 дальность. Возьму, наверное, ее. И мы сейчас этих... Пылающих... Очков перестреляем. Что нам еще надо? Да, в принципе, ничего не надо нам. 30 патронов, я думаю, там пока хватит. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, может, еще возьмем патрончиков. Что там? 5.56 нато. Так. 5.56. Давайте еще возьмем. Тридцаточку, наверное. Ой. Тридцаточку. Тридцаточку. О, есть. Так. Хорошо. Возьмем в руки, кстати, наверное, сразу, наверное, этот AR. Болтомет перезарядить было бы неплохо. Так. Сейчас пошумим. Грибозомби такое. Так. Я хотел вот так сделать. Есть. Пылающее око. Вот он. Оно. Ну. Вот это меня уже видят. Их здесь двое. Пристально смотрит на нас. Так. Кто там у нас? Летающий полип. Ой-ой-ой. Что это такое у нас? Полип. Здоровья маловато. Уже. Опылающее око. От меня тупо убегают. Давайте попробуем переключиться на бег. И может быть нет. Нет. Я тупо не достаю по ним. Они тупо бодро. Ну. 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 О. Есть. 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 Нет. Не достаю все равно. Я слеп. Я пойду погуляю пока. Выстрелить я так и не успел. Глаза заполняются ярким светом. Может очки для сварки одеть? Я не знаю. Так. А я могу. Надо только вспомнить где они. А я не помню. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не знаю. Помогут ли мне очки тут или нет. Но попробовать можно. Сварочные очки. Я надел сварочные очки. Хорошо. Только нам надо переждать пока. Пока пройдет все. Надо двери позакрывать. Да. Пока ослепление спадет. Давайте мы shift. Вот так. Подождать. 5 минут. Подождать. 30 минут. О. Фух. Я прозрел. Не хватает нам дальности. Чтобы. Да. И хорошенечко грохнуть. Давайте что-то съедим. Для разнообразия. Пару шкварок. Облакоспор. Фунгалоид. Так. Это пока все не интересно нам. Пылающее око. Где ты? Как бы есть шанс. Что я по нему попаду. Да. Вроде. Но такой. Какой там весьма. Скромный. Хороший выстрел. 50 урона. Но он еще живой. Мимо. Мимо. Пристально смотрит на нас. Ой. Блин. Я на что-то нажал и ход пропустил. И есть. Как минимум от этого пылающего ока мы избавились. Да. Я. Гильза улавливатель не поставил на это оружие. Я вспомнил. Надо пойти поставить. И кстати мы можем там поставить какую-нибудь влагозащиту. Набор для глушения. Приклад. Попробуем. Да. Вот этот самодельный глушитель. Попробуем сейчас так. Только надо наверное двери закрыть на всякий случай. Прежде чем мы тут что-то будем делать. Маска кстати активна насколько. И она не это самое. Подготовить перед использованием. Я не понимаю. С маской пока. Я думал я активировал и все. Необходимо разрядить перед установкой модификации. Рукоять. Приклад. Не имеет для глушения звука. Гильза улавливатель ставим. Влагозащиту тоже поставим. Теперь перезаряжаем. 5.56 я ставлю пока все же. И его тоже перезаряжаем. Из багажника. Так. Ходьба. Все. Окей. Озноб. Болеутоляющий. Импульс двига. Ну ладно. Идем. Зомби охранник где-то виднеется. Мебная плесень вылезла из этого. Давайте мы охранника не будем патроны на охранника тратить. Возьмем этот. Болтометом наверное его. Где он там. Зомби ученый где-то виднеется. Опять о грибами. Надышался. Ну я думаю мы. Ууу. Сколько там их. Амебная плесень убегает. Давайте мы наверное посмотрим все-таки что там. Ой. Что вот здесь за. Беспредел. Возле плесени амебной. Это этот кстати червь да. Который плюется. И травит сразу. Летающий полип. Пылающее око. Полипов он сколько. Очень тяжелые ранения. Полипообразное тело. Совершенно неземного вида. Пылающее око далеко. Тут просто зомби ученых немало. Я бы их хотел осмотреть. Но меня вот реально вот это вот интересует. Может попробовать зайти туда? Или не стоит? Так вот прям. Сразу. Полип тает. Полип. Тебе кажется пора умирать. Ой. Я по этой поплесени. Пылающее око улетело. Надо пойти собрать. Болты по возможности. Что вот это? Кусочки слизи. Так. Я бы наверное взял бы сейчас. Винтовочку. И аккуратненько выглянул бы из-за угла. Если тут есть пылающее око. Оно тут рядышком совсем. Я бы у него зарядил бы пару выстрелов. Да? Вот так вот. И я снова ослеп. Это я, да, сварочные очки одел. И все равно. Надо валить походу. Пока мы тут слепенькие бродим. Пойду я в машине посижу лучше. Ой. Перекусить можно немного. Чего-нибудь. Подождать. Подождать. Отлично. Я чувствую тошноту. Споры вылетают из фунгалоида. Давайте наверное я сделаю этот. Пряму еще. Пряму еще против... Попробую найти сейчас что-то. По идее я положил... Да. По идее сюда я положил. Когда крафтил. Нет тут только фунгицид. Химия. Противогрибковый препарат. Давайте сделаем. Ух ты. Сейчас с порами дышать. Чтобы сделать... А ну... Порций там в принципе немало. Ладно. F. Противогрибковый. Противопаразитный. Так. А куда я его тогда положил? Если он не здесь. Я только одну вроде принял порцию. Картридж для противогаза. Странно. Надо тогда сделать все-таки. Противогрибкового. Давайте хотя бы... Одну сейчас. Тяжело кашляю. Я чувствую боль. Игнорирую боль. Ой, больно. Сильно рвет серой слизью. Делай себе противогрибковый этот. В статусе вроде ничего нету. Как ни странно. Так. Во. Противогрибковый препарат. Активируем. Он должен быть у нас... Вот он. 9 штук. У меня в инвентаре все это время был. Вы чувствуете сжение, но быстро исчезает. Я еще возьму. На всякий случай. Я не знаю. И... Аспиринчика я бы тоже... Парочку бы съел. А не на следующей странице вроде, да? Нет, не на следующей. А. Ну и где он делся? Потерянный аспирин. Мне вот иногда в списке местоположение меняют, и потом фиг найдешь. Ладно. Надо, короче, идти. Вроде только интеллект немножко наш пострадал из-за этого. Но, кстати, да. После того, как я принял противогрибковый препарат, иконка с грибом пропала. Поэтому, может, типа норм будет. Миго! Привет. Они все лезут из этого портала и лезут. Можем как-то портал закрыть, интересно? И надо ли нам закрывать этот портал? Может, пойдем себе будем заниматься своими делами? Ладно, давайте мы этого мига расстреляем. Легкие ранения у него уже. Перезарядим магазин. И я, наверное, пойду все-таки внутрь этого центра исследовать. Блин, там же у нас, да, там куча зомби-ученых, которые я хотел разобрать. У меня только вот тут пылающее око смущало. А там зомби-охранник меня смущает. Давайте мы возьмем сейчас пневмат. Хорошо. Теперь возьмем АР-очку. Попробуем. Сейчас вот так вот аккуратненько. Есть пылающее око там? Есть. Мы даже по нему попали один раз. Второй. Да умри ты, наконец-то. Бросила в дрожь 30. Сколько у него хп? Оу, 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 оу. Нас Юга атаковал. Неожиданно. И он тупо сразу спрятался. Как у нас там? Но он вроде нам ничего не сделал, да? Он по мне не попал, скорее всего. Или попал. Давайте посчитаем. Выстрелил вас с дротиком. Ваша мутация, слабый желудок превращается в тошно... В тошноту. Так. Тошнота. Ой-ой-ой. 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 Вы почти постоянно чувствуете тошноту и более подвержен рвоте от пищевого отравления, алкоголя и так далее. Также при желании вы можете вызвать у себя рвоту. Как он по мне попал? Этот Югу, зараза. Как он по мне попал? Ладно. Тут, правда, тоже опасно разделывать все это безобразие, потому что... О! Я могу зайти в дыру в пространстве. А. Вас резко телепортировал. Черт! А я уже думал, ради науки мы туда таки залезем. Так. Все это хорошо. Нам надо как-то это... Избавиться от нашей тошноты было бы неплохо. И... Блин. Было бы неплохо еще этих зомби-ученых. Но вот этих мы, наверное, разделать не сможем, потому что Юг будет нас постоянно заплевывать. Слышно звук клаксона. Ну, во-первых, я слеп. С севера слышен звук клаксона. Юг выстрелил в меня дротиком. Я получил мутацию толстокожей. Все-таки выстрелил в меня еще раз. Стойкость к инфекциям. Мы получили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Импульс двига слепой. Болеутоляющий озноб. Счастлив. Вроде все не критичное. Быстрое привыкание. Быстроноги. Это у меня было. Малограмотные. Медленное лечение. Это все было. Это было. Это было. Отличная генетика. И, может быть, из-за отличной генетики вот эти вот мы получили две мутации. Ваша иммуносистема очень хорошо сопротивляется различным инфекциям. У вас повышенный шанс, что опасные раны и инфекции заживут самостоятельно. И от них только уменьшенные штрафы. Вы толстокожей. Повреждения от порезов немного снижены. Также немного снижены штрафы от промокания. Как все интересно. Как все интересно. Может, мы это, помутируем вместе с Югом? Блин. Как минимум, мы получили две положительные мутации. Вполне себе. Грибы тут только мучают меня. Ладно, мы, наверное, тех ученых и портал оставим в покое. Наверное, зайдем в сам исследовательский центр, может быть, наконец-то. Как только. Давайте подождем, чтобы это у нас... Сколько нам надо ждать? Вроде не так долго. Но вроде полчаса много получается. Давайте попробуем по пять минут. Это уже мы двадцать минут ждем. Ну, двадцать, да? Тридцать много, двадцать типа норм. Ладно. Оставим тогда в покое вот этих... Левую часть с порталом. В портал зайти мы не можем, да? Пойдем в сам Гракен. Какой-то жуткий монстр. Гротескное черное существо с гладкой маслянистой кожей и уродливыми изогнутыми внутрь рогами. При движении тени неестественно сливаются за едва человекоподобным худым высоким телом. Его руки судорожно дергаются и сокращаются так быстро, что похожи на размытые черные когти. При взгляде на это жуткое существо вас охватывает непередаваемый страх. И он убегает. Амебная плесень убегает. Все, короче, убегают. Ладно, плевать на них. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Мы, наверное, возьмем болтомет. И пойдем потихонечку вот сюда внутрь зомби-ученый. Тут, в принципе, ученых тоже немало. Поэтому, может, нам этих хватит. Зомби-охранник обнаружен. Может, мы вообще возьмем это... Копьё-то пойдем просто копьем всех попинаем. Сбросим вещь в мешок. Ой, а кто это там? Там Минотавр, да? Гозу, Крэк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гозу. Это какая-то неестественная помесь человека и быка. У него косматая белая голова быка. Она в остальном непримечательном человеческом теле. Из одежды на нем только свисающие носки и спачканные шорты. Он кряхтит и хрипит, пуская длинную белую слюну себе на грудь. Одно его присутствие наполняет вас неимоверным ужасом. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что мы видим. Что мы видим дальше? Я хотел на X нажать. Что мы видим вот здесь? Тут какие-то обвалы мы видим, да? Еще зомби-охранники эти. Я слышу стук, а что-то не... А. А, сбросить... Путаем вещи в мешок. Стоп. Слизь. Сгусток. Черный сгусток слизи неизвестной природы, которая целенаправленно двигается по земле, словно живой шарик. А вот со слизью я еще тоже не воевал. Еще и слизь тут оказывается. Что-что? Ну там была, да, слизь, в принципе. Ничего удивительного нет. Я только вот не уверен... Да, слизь мы разбиваем. На мелкие кусочки слизи. Кстати, у нас все-таки умудряются ранить, да? Зомби-охранник хватает нас. Схвачен, болеутоляющий, покрыт слизью. А зомби-охранник, может быть, это из-за слизи? Выносливость на уровне. Заплевали меня слизью. Совсем. Так. Ну, по идее, должно пройти. Я вроде бы никак не могу не это самое, да, не промыть ничего. Что у нас там? Все хорошо, немножечко боли. Глаза заплевали только нам и все. Ну, как бы мы пока можем... Кусочек слизи. Ее даже можно есть. Маленький кусок слизи, отпавший от слизневого монстра. Не выглядит враждебным, но изредка покачивается. Из слизи можно, вроде ребята говорили, что-то делать. Суперклей, по-моему, или... Я не помню, может, могу ошибаться. Ну, возьмем книжечку. Ммм... Надо... Вещь-мешок надеть. Первым делом. А теперь... Давайте смотреть, что там у нас. Немного слизи. Древесный уголь нам не надо. Файлы, папки. Тихо, тихо. Ножовка по металлу тоже не надо. О, я не это самое. Не подобрал. Еще один Калтековский пистолет. Скромный такой, но... Чего бы его не взять. Респиратор, не знаю. Надо, наверное, мыть его будет, прежде чем использовать. Правильно этот фильтр. Так. Еще кусочек слизи. Пойдем, наверное, куда-то сюда. Тут я слышу шум. Со всех сторон. Стекла, по-моему, как будто бы непробиваемые, да? Ммм... Я бы стал бы тут сейчас поразделывал бы все это дело. Дозиметр. Ну, наверное, мы лучше подождем, пока пройдет вот это вот заплеванное. Можно полотенцем вытереться. У меня полотенце в этом есть. И, по идее, мы... Очистим себе лицо. Активировать. Я полотенцем... Аспирин я взял с собой весь, выходит. Черт. По-моему, полотенце должно быть у меня в этом. Да. Активировать полотенце. О! Что мы с ним пойдем? Тогда... Будем с полотенцем лазить сейчас. Так. Надо сбросить барахло. У нас вот тут пока пустые места. Давайте сразу... Вот так. Что нам не надо? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Полотенце оставим, наверное. Нож канцелярский, тазер не надо. Патроны оставим. Это оставим. Все остальное выбрасываем. Так. И я хотел... Может быть... Спиринчик все-таки еще один съесть. Или, может быть, даже не один. Потому что боль у нас есть. Плюс перебинтовать надо торс. Да, в принципе, все можно перебинтовать. Я что-то так и не понял, откуда урон этот пошел. Может, реально, когда слизи у меня это самое забрызгивало там. Или еще чего. Так. Ну и... Столько аспирина мне с собой носить не надо. Да, я хотел посмотреть. Можно, по-моему, перекисью промыть еще рано, если я не ошибаюсь. Да. Дезинфекция нормальная. Перекись. Да. Можно промыть еще рано, чтобы наверняка... Ну, нам, на самом деле, это не надо. Я думаю. Я думаю, нам это не надо. И, короче, сбрасываем это барахло. Я, может быть, еще... Йодистого калия какого-нибудь принял. Надо нам. Пока не надо. Рукопашка, конечно, сейчас просто люто работает. Гракен, зомби-ученый, фунгалоид. Давайте посмотрим ученый. Гракен убегает. Хорошо. Меня устраивает. Так. Маленький сгусток. Вот там виднеется. Он меня не видит. Значит, разделаем сейчас зомби-ученого. Спора вылетает из фунгалоида. Я закончил разделку. Перегоревшая бионика. Нам она не нужна. Зомби-охранник. Надо этого, интересно, взрывать. Гриба-зомби-труп. Нет, он не распадается. Так, хорошо. Что у нас тут? Не вижу еще. Понятно. Они там сидят в заперти такие ребята. И не знаю, что им делать. Выйти не могут. Амебная эта слизь. Сгусток маленький здесь только из враждебных. Но он... Он меня как будто бы не видит. Да, не подбирай. Вот так. Так, ну попробуем сейчас. Еще разу глянем. Вроде бы все зомби за стеклом. Попробуем... Скрыть. Игнорировать. Атаковал! О, они вышли, кстати, смотрите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сбрасываем. Бинокль мне повредили. И колчан тоже. Мне кажется, это слизь. Урон мне наносило. Так. Разбиваем. Обнаружен крэк. Вот, кстати, насчет крэка. Он ушел куда-то. Крэк, наверное, тоже где-то за стеклом там. У них свои развлекухи. Так, хорошо. Попытка номер два. Провести вскрытие. В надежде на какую-то интересную, полезную бионику. Здесь тоже есть ученые. В этой кучке. Проведем им вскрытие тоже. Обнаружена амебная плесень. Да, вроде... Никаких проблем с амебной плесенью нет. Я сразу всех троих вскрою. И потом посмотрим, что мы там получим. Охранника она до этого будет разбить. Оставшегося. Три перегоревших бионики мы получили. Да. Конечно же. Так. Тут только охранник. Разбиваем его. Здесь ученые один есть. Проводим вскрытие. Перегоревшая бионика. Хорошо. Остальных в кашу. Здесь много ученых. Сколько там время? До темноты еще далековато. Я правда не знаю, где спать мы будем. Будем ли мы где-то спать? Или будем тут всю ночь гульбенить? Мига опасно близко. Конечно, прекратить. Мига это уже... Серьезные проблемы. Учитывая, что у нас выносливости нету. Ничего. Что там у нас? Перегоревшая бионика. Мига. И пылающее око еще где-то появилось тут. О, ненавистное. Гракен. В чем фишка этого Гракена? Интересно. Короче, нам надо взять... В руки. Ты мне порвал мой вещмешок? Порвал. Зараза. Так, попробуем отбежать от него немного. Хотя бы. И теперь... Кстати, как там переключаться? Я уже не помню. На очередь. Большая F. Меняет режим стрельбы. Нет. Это не то, что я хотел. F это мы стреляем. Большая F. Что-то не работает. Смените режим стрельбы. Совершить самоубийство. Я думаю, еще рано. А, у нас у этой винтовки... Да, это, наверное, винтовка просто без режима стрельбы очередью. Очень может быть. Ладно, отбегаем тогда. Подальше. По-моему, бежать я уже не могу. Поэтому стреляем. С. Есть. Так. Гракен. Давайте мы сейчас к нему тоже подбежим, наверное. О, око. Вижу где-то. Точнее, оно меня видит. Сто. И по нему, смотрите, какая точность никакая. Жестко. Гракена мы убили. Перезарядили магазин. Око вроде меня не видит. Помятый труп Гракена. Так, я бы... С одной стороны, хотелось бы пойти это пылающее око грохнуть. С другой стороны, вроде как, действительно, он до меня не достает. И может быть нам пока не надо его трогать. Давайте мы сейчас возьмем в руки копье. Так, и продолжим. Что у нас, по-моему, вскрытие вот здесь, да мы? Нет. Вот здесь. Да, много ученых. Продолжим вскрытие. Обнаружены монстры. Никого интересного. Из монстров мы не обнаружили. С листь там еще одна, по-моему, ползет к нам. Мелкая. Или не ползет. Зомби охранника опасно близко. Давай. Как вы тут оказались? Где-то они нашли таки способ. Выбраться. Так, кредитка. О, там сверху появились. И, возможно, они к нам, да, вот отсюда сейчас выйдут. Возможно. Давайте посмотрим, что мы там. Может, нашли какую-то бионику. Три перегоревшие. О, тяжко с этой бионикой нынче. Складная дубинка, типа полицейская. Так, нам это не интересно пока. Зомби-ученых еще парочка осталось. Ну, дайте нам бионику. Атаковал уже? Еще один ученый. Обнаружен. Неинтересно. Так. Четыре перегоревшие бионики. Оп. Электромагнитный агрегат. О, кстати, медицина. Возьмем. Я тут, оказывается, кучу всего пропустил. Тромадол. Чистой воды тоже можно взять попить. А, что там у нас? Средний урон в ближнем бою. Встроенный в вашу руку мощный электромагнит, позволяющий вам перемещать железные предметы на небольшое расстояние. Необычненько. Необычненько. Вот это мы тоже возьмем. Оп, еще ученый идет к нам. Привет. Я не знаю, как-то... А, они выходят. Они обходят. Ух ты. Вам были имплантированы бионические стимуляторы, которые улучшают вашу кровеносную систему, что позволяет ускорить производство лейкоцитов за счет бионической энергии. Предполагается, что эта бионика должна быть постоянно включена, и что ее отключение может вызвать неприятные побочные эффекты. Так, ладно, берем. Берем кредитка. Этого мы стерли. Там еще один идет охранник. Надо, наверное, к нему выйти. Обнаружен сгусток. Еще кредитка. Боже, сколько у них бабла-то у всех. Нынче. Так, разбираем у этого ученого. Перегоревшая бионика. Так, тут у нас только стертый в кашу. Здесь только охранники. Здесь только охранник. Здесь два ученых. Проводим вскрытие. Две перегоревшие бионики получили. Ясно. Здесь только охранники. И там тоже только охранник. Давайте посмотрим сейчас на всякий случай. Не забыл ли я здесь чего-то? Кроме слизи. Понял. Сейчас разберем. Что это такое у нас? Максимальная дальность 34. 9 на 19. Мелкокалиберный карабин. Хорошо. Я мог пропустить его. Ремингтон. 6 зарядов. 12 калибр. Дальность 12. 12. У меня там, по-моему, какой-то дробашек есть. Получше, если я не ошибаюсь. Экстремальный туризм. Руководство ААА. Это все где-то далеко. Так, ясно. Значит, нам надо разбить вот тут вот тело. И, по-моему, где-то вот здесь вот тело было. И... Ну, можно взять Ремингтон, в принципе. Ладно, возьмем. Где-то я еще что-то забыл. Так, нет. Я не помню. Где-то у нас что-то было интересное. В какой именно оно клетке было, я уже не помню. Вот тут. Кредитка и бинт тоже заберем. Так, надо быстренько все это дело выгрузить. Я думаю, сгоняем. Что там было написано? Ваше тело напряжено под тяжестью. Согласен. Сейчас разгрузимся, не переживай. Так, выкладываем все. Мы кучу бионики набрали, но нужной бионики, которая дает нам... Энергию пока нету, да? Она, мне кажется, самая полезная. Полотенце возьмем. Ну, в смысле, оставим. Все остальное, наверное, выбрасываем пока что. Да. Что, что с маской? Блин. Что, что с тобой делать? Как тебя... И активировать ее нельзя, и... Я вот что-то не понимаю. Вроде желтым подсвечивается, значит, включено, правильно? Значит, я меньше вдыхаю всякой гадости. Чем мог бы вдыхать. Как там? Портал еще есть? Может, когда из него выйдет там какое-то количество тварей, и он закрывается? Неизвестно. Короче, пока с порталом. Сгусток, зомби. Ладно, идем внутрь. Идем внутрь, потому что самое интересное, я думаю, будет именно там. Надо только немного передохнуть. Оу, опять меня заплевали. Хорошо, что я полотенце взял. Кто в меня плюет? Непонятно. Мы уж можем по логу почитать, правильно? Вы были внезапно покрыты эктоплазмой. Вы покрыты желчью. Фу, какая гадость. Какая гадость. Вон слизь. Может быть, это она. Вижу магазин. Магазин. Журнальчик. Пошли к этой слизи. Она если к нам... Она убегает, по-моему. Сгусток. Амебная плесень. Ублако спор. Что там у нас? Жизнь зверолова. Такого я вроде бы не читал еще. Так, тут мы аккуратненько, не спеша идем. Опять жизнь зверолова. Вторую брать не будем. Топ-гир тоже брать не будем. Книжные полки нам что надо? Не надо? О, у нас можно подняться куда-то наверх. Сгусток обнаружен. Вижу ученых еще там. А это лифт у нас, правильно? Вот это вот лифты. Так. Тут проломали стекло. Куча слизи. Этот... Этот... Минотавр. Роботы для веселья и прибыли. Класс. Это хороший журнал. Это определенно хороший журнал. Было бы еще, конечно, хорошо, если бы мы... Кстати, кран мне надо третий. Я возьму, наверное. Было бы хорошо. Если бы мы... Из вот этого ученого что-нибудь вытащили еще. Давайте попробуем. Вы видите, что поблизости на легкодолетающий полип. Ну и что? Он там за стеной. Че мне он? Правильно? Тут это... Слышно стук. Игнорировать. Перегоревшая бионика. Ладно. Так. Кто там? Сгусток. Маленький. Немаленький. Тут. Ладно. Идем. О! Полип здесь. Ладно. Я бы пошел отсюда. Мне тут не нравится. С этой стороны. Дни двери. Оп-оп-оп-оп. Я бы шел. Так. Лифт. О! Еще смотрите. Сколько тут ученых сзади. Полипы только эти бесконечные походу. Из портала лезут. И с ними ничего не сделать. Как мне кажется. Лопату я не брал. Кирпичи. Смотрите. Прикольно лежат. Журналы. Давайте посмотрим, что еще тут интересного. Надо как-то туда зайти. Двери эти не открываются. Железная стена. О! Вот это двери оказались. Окей. Не вот это двери. Так. Тут в туалете никого. Чего ты все дышишь так тяжело? Кроме того, что тебе больно, ты почти налегке. Всего лишь 40 килограмм несешь. Книга. Классическая литература. Фэнтезийный роман. Нам не надо. Углубленная физхимия. Пойдет. Возьмем. Возьмем. Ничего интересного. Компьютеры эти не работают. Военный роман. Так. Тут ничего. Есть холодильник. Который можно было бы и разобрать. Shift 9. Точнее, Shift 8. Разбери холодильник. Мне надо из холодильника. Бак с хладогеном. Может быть, вот это вот все. Возьмем. Вот так вот как-то. Ну и электродвигатель может быть тоже. Так. Теперь надо как-то выйти отсюда. И не помереть желательно со всем этим барахлом. Со всей этой тяжестью сгусток. Нам не интересен. Все это выгрузить надо бы. Тут, кстати, еще тоже в машине что-то есть. Мы видим, что там в ящиках. Интересно. По идее, не видим. Ладно, идем. Сейчас выгрузим. Бакса с хладогеном. Можно будет сделать себе эту. Как она называется? Так. Шланг. Книжки пока тоже сюда. Нормально. Можно будет себе сделать... Морозильную камеру. Так. Хорошо. Мы можем куда-то отъехать и поспать, например. Эту ночь. Я думаю, было бы полезно. Хлеб. 12 стал, Фарадей, да? Чего ложиться спать сейчас? Идем, наверное. Еще потемнеет, в принципе, не скоро. Надо, кстати... Раз нам сварочные очки не помогают все равно, надо их снять. Что нам еще надо? Да, в принципе, пока вроде ничего не надо. Мы в рукопашку за зомбями справляемся. Лишь бы не было никаких тварей посерьезней. Типа полипов каких-то вот этих... Я не знаю, правда, что они делают. Вроде ничего и не делают, как бы. Летают себе. Летает и летает себе, да? Чего? Так. Еда нам надо? Не надо? Наверное, не надо. Есть банкомат, есть какие-то эти можно посмотреть. В торговых автоматах, может, что полезного. Так. Но пока давайте пойдем по... Это у нас есть, скорее всего, раз мы знаем, что это такое. Тут я, наверное, расчищать ничего не буду. Почему оно все поломалось? Вот интересно, да? Почему оно все разрушенное? Кто? Это сделал. Вот что интересно. Продвинутая электроника. Отлично. Классное шитье. Я не знаю. Не вижу пока это. Да. Классное шитье. Нам не надо выбросить. Мы его даже брать с собой не будем. Травяного чая я бы даже выпил бы сразу. Просто трехлитровая банка. Нам надо эта банка, но... Не сегодня. Так. Полип неинтересен. Нам идем дальше. Гвозди тут еще собираю автоматически. Вижу я тут что-то, может быть. Через объектив. Надо взять, посмотреть, как минимум. Что на такое портфель. ЖК-дисплей. Компьютер туда был разрушен. Летающий полип. Игнорирую его. Так. Ну, тут да. Еда. Тут надо посмотреть, что у нас. Домашнее радио для любителей. Что такое? Транзистор в виде. Вижу. Припой. Надо брать. Надо брать. О, привет. Вроде ничего интересного из этого. Журнал вот этот я хотел забрать. Так. Что такое транзистор. И давайте посмотрим, что может выпало из этих зомби. 200 провода можно взять в целом. Преобразователь. УБП, наверное, возьмем тоже. Вроде больше ничего интересного не вижу. Так. Медный провод здесь. А, тут один. А, тут один. Преобразователь берем. Так, хорошо. Тут мы тоже вроде осмотрелись. Летающий полип. В этой комнате мы вроде бы не были. О, руководство ААА. Вот здесь лежит пистолет и пулеметы для всех у нас есть. Там этот, да, был ученый. Ну, тут, по-моему, сейчас слишком темно, что мы его не сможем разобрать. Да, здесь очень темно. А, может, у нас фонарик есть. Ммм. Давайте включим, наверное. Налобный фонарь я не брал. Вот оно что. Нет у нас фонарика. Гудок с сжатым воздухом. Ладно, нет фонарика, значит, разбирать не будем пока зомби. Просто пойдем осмотримся. Роботы для веселья и прибыли еще один. Нам, наверное, не надо. Второй журнал. Так, хорошо. Туалет еще один. Множество компьютеров. Надо взять патроны к магнуму. Чешуйчатый узел. Каменный артефакт имеет поверхность, похожую на чешую рептилии. Что у нас, первый артефакт, кажется, да? Только не спрашивайте, что с ним делать. Я не знаю. Теневая змея. Оу. Ожившая тень в форме длинной и извилистой змеи. Прозрачная и темная. Она бесшумно скользит по полу, извиваясь и изгибаясь при движении. Эх, не такая уж-то и страшная. О, еще одна. Ух ты. Я все беру. Какие-то супер патроны. Все пригодится. Что там? Вроде пока ничего интересного нет. Немного книг. Водная планета. Нечего поесть. Даже съедобного ничего нет у них. Так, хорошо. Давайте попробуем забраться на второй этаж. Правильно? На второй этаж. Темно. Это мусорное ведро. Хорошо. Это перекись. Я возьму перекись. Что там? Шпилька. Шприц. Девять вечером. Блин. И спать с одной стороны как бы пора. Что у нас? Это автоклав. Что это такое? Автоклав. Похоже на стиральную машинку. Но я даже не знаю. Аварийный душ. Там что-то интересное. Но надо костюм химзащиты, наверное, да? Нет? Которого у нас нет. Кстати, механизмы тут тоже было бы неплохо поразбирать. Кажется, тут дыра. Немножко вяленого мяса. Это мы такое не едим. Экспериментальный роман. Аугментации, да, он есть. Манго. Моющая. Бутылку этанола тоже можно взять. Комбез просто... Блин. Тоже разобраны этим. Я надеюсь, что все зомби вниз спустились. Так. Что мы сейчас тут какого-нибудь амбала не встретим в темноте. Вот так вот просто. Опа. Больше всего меня смущает именно... Пылающее око, которое тут... Слишком близко. Или это он... Нет, он на втором этаже. Правильно. Просто сейчас ослепит меня, зараза, и все. С тяжелыми ранениями. Прокраситься аккуратненько к нему не получится, скорее всего. Он на лифте там, да, где-то был. Так, сейчас закроем пока. Оп, оп. Получай, зараза. Есть. Фух. А, наконец-то. На одно пылающее око меньше. Аллергия, аллергия. Миндаль, фисташки. Ну, такое нам неинтересно, наверное, да? Аллергия, аллергия, аллергия. Напиток спортивный, в принципе, штука полезная. Оп, привет. Как же так случилось, что я фонарь не взял? Без фонаря мы тут никого не разделаем. Может быть, тут ночью светло? Ну, в смысле, не ночью, а... Днём, светло. Сейчас просто ночь, как бы, да? Может, если днём, прийти сюда. Надо, наверное, идти ложиться спать. Куда-нибудь. Что это у нас? Стеклянный шкаф. Чистая вода. Ладно, надо как-то выбираться пока. Тут, я вижу, много всего ещё интересного. Но... Надо... По идее, вот так вот можем выйти, да? И... Тут забор, скорее всего, тоже, да? Ну, можно, в принципе, обойти. Вот так. Наверное, надо всё-таки таки... Всё-таки таки... Всё-таки отъехать. И... Включим фары. Выключим подсветку, наверное, пока. Даем задний ход пока что. Куда-нибудь подальше немного от грибов. Ближе к реке, может быть, попробовать. Если там грибов не будет. Просто вот так вот задний ход и... Надеюсь, что мы хотя бы здесь сможем переночевать. Всё. Тормозим. Отключаем... Фары. Да и, в принципе, всё. Больше нам ничего отключать не надо. Шифт. Тихо-тихо-тихо. Прекратить вождение. И ложимся спать. Пожалуй. Да, сохранимся перед сном. Будильник не ставим. Надо было, может, что-то перекусить. Но, я думаю, нормально. Да. Проклятые грибы. Они всё равно где-то в моих лёгких. Облучённый. От облучения мы можем использовать, если я не ошибаюсь. Ребята в комментах писали. Сейчас посмотрим. Модуль стимулятора. Мощные химические стимуляторы. Интересно. Выводить попавшие внутрь организма радиоактивные вещества, если принять их сразу после облучения. Да, давайте мы возьмём таблеточку бриллиантовой лазурья. Бриллиантовой берлинской лазурья. Одну съели. Я не знаю, сколько нам надо их съесть, но я, может быть, ещё одну возьму. Ещё один противогрибковый на всякий случай. Теперь я засну, интересно? Подготовили к использованию активно. Я уже активировал эту маску столько раз, что... Так вот, ещё разок сохранимся перед сном. Ну, кстати, да, сейчас уже не это, не кашляю противогрибковый, вроде бы, нормально подействовал. Сейчас бы заснуть есть. Мы заснули. Тихо, спокойно. Раны затянулись. Прекрасно. Итак, по результатам этой довольно продуктивной серии. Мы собрали немножко, ну, таких, не самых, может быть, интересных, но всё же модификаций. Которые, может быть, когда-нибудь мы вставим даже. И получили несколько мутаций. Парочку хороших и одну не очень хорошую. Наш слабый желудок мутировал в тошноту. Но, вроде бы, не критично. Каких-то проблем я от этого сейчас, во всяком случае, не вижу. Но две полезные мутации мы получили, что тоже приятно. Да, из-за этого юга, который по нам пострелял. Пока мы разделывали... Ух ты, ёлки-палки. Проснулись, называется. Проснулись. Что-то слишком много грибов стало. А мне кажется... Давайте сейчас... Разгоняемся. Вообще, смотрите, сколько их... А вот это уже... Так, ещё мы как-то немножко... С гриба едем. А вот это была граница... Бабла жизни. То есть, за этой границей мир... Всё это время не жил и не развивал. Чтобы здесь бы тоже, наверное, всё затянуло бы грибами. Зомби наверняка ожили, которые были здесь. Неразобранными. Вот. Но... Мы пойдём дальше исследовать... Исследовательский центр. Исследовать исследовательский центр, да? Хорошо, по-моему. Уже в следующей серии второй этаж будем осматривать. И буду надеяться... Я сейчас, может, фонарик посмотрю что-нибудь. Может, сделать могу или ещё чего. С фонарём налобным что-то я, конечно, обломался. Надо будет пару батареек взять и... Что-то с фонарём придумать. Потому что темно. И... В темноте мы ничего делать не можем. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Может быть, ещё. Помутируем. Может быть, бионики ещё найдём. Какой-нибудь, да? Не... Я не знаю, здесь бывает автодок или не бывает, чтобы бионику всё это повставлять. Но, в любом случае, интересно, дальше будет осматривать исследовательский центр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»